Иногда так бывает, что нужно получить какую-то короткую подсказку, которая просто откроет вам глаза на вашу жизнь. И сейчас, именно в этот момент, когда вы смотрите, вы можете такую подсказку получить, если у вас есть желание послушать то, что я скажу. Всем привет! Сегодня просмотрим, что волнует человека, о котором вы думаете. Что происходит у него, что с ним происходит. Есть ли что-то, что вам нужно знать сегодня об этом человеке. Иногда нам не все нужно знать о них, но, тем не менее, если вы с человеком на расстоянии поссорились или ничего плохого нет, у него все равно какие-то мысли в голове идут, да? Итак, что его сейчас волнует, тревожит и беспокоит? Работа. Карта Якорь. Ну, смотрите, что это? Он хочет избавиться от чего-то, от какой-то привязанности может. Если это символ кофе, это значит символ хочет поговорить. Вообще кофе – это разговор. Еще дополнительная карта есть. Это такой очень интересный оракул. Смотрите, он думает, как бы ему выплыть, да, чтобы не сделать ошибки на этой работе. Он вас любит, этот человек, и хочет вам рассказать о своей любви, хочет послать к вам ангела любви, как сказать, да? Ну вот кофе чисто по-гомеопатически – это напиток, который позволяет нам поговорить. Поэтому в кафе разговаривают, да? Он хочет поговорить с вами. Он думает о доме, ему очень интересно связаться с вами, ему интересно построить счастливый дом с вами. Вот такой дом, как сказка, да, вот это его собственная планета. Вот может он сейчас где-то вот здесь, на этаже сидит, хочет свой дом иметь, он мечтает об этом. Кстати, мысли все об этом, как бы ему иметь свой дом. И у него разрядилась его батарейка, да? То есть он сейчас, видимо, истощился. Истощился по какому-то ему понятному событию. И вам тоже понятному событию. Что это за событие? Что-то в семье, может быть, его волнует. Вот. И смотрите, здесь вот как бы он, ну раздвоенная психика у него. Он не знает, кто он. Он не знает, на самом деле, кто он, угождать вам или же еще что-то делать. Здесь вы под масками с ним. Как бы меняетесь своими масками, да? Ну, это говорит вообще о том, что все люди всегда под масками в той или иной мере, да? Время пришло. Время пришло наладить отношения, не ждать каких-то праздников. Время пришло сейчас говорить с ним. Вы видите, он хочет как бы пробраться в эту скважину дверную и посмотреть, с кем вы и что вас волнует. Потому что он, видимо, боится, что он где-то ничего не знает о вас или знает о вас не все. Он боится, что вы под маской, что вы что-то скрываете. Или может, у вас что-то другое есть. Он об этом думает. Думает о родне, думает вообще о жизни. Кстати, вот здесь эта карта говорит, что он сейчас может болеть. Вот это обычно показывает, что он волнуется о своем здоровье. Или о здоровье каких-то людей с ним связанных. Так, что еще с ним происходит, посмотрим. Он строит что-то, строит, да? Вот строили мы, строили, наконец построили. И он хочет выглядеть хорошо в ваших глазах, но он чувствует, что строительство задерживается. То есть, то, что он хотел, например, приехать или что-то решить там с деньгами или с родственниками, он этого пока не решил. И сейчас вы играете с ним в такие кошки-мышки, можно сказать, да? Где-то не можете договориться, додумываете многое. Вот, мыслит он себя с вами где-то на отпуске, это для него важно. Но он все-таки, видите, не может приехать. Задержка, задержка какая-то. Он в этой клетке сидит, и там тучи, там непонятки. А с тем, что с ним происходит, какие-то тучи и непонятки, вот это есть. И он боится, что эти непонятки, они связаны с роднёй, может быть, да? Родня его обманывает, говорит, ой, мы тебя так любим, поэтому ее так критикуем сильно, да? Эта родня, она, конечно, у него ущербная, это прямо скажем. Итак, теперь мы посмотрим его чувства к вам. Там показано было, что чувства есть, но все-таки интересно дальше смотреть. Знаете, как лестница в небо, в облаках немножко витает. У него чувства такие неземные, вот бытовые ситуации всякие он не рассматривает, ему это неинтересно. То есть у него чувства такие немножко заоблачные. Но вот это, видите, карта, и он идет по этой карте. Куда он идет? Никуда. Стрелка показывает, нужно идти, его тянет жизнь куда-то, вот, но он сам не понимает, куда, да? И здесь, да, вы видите, он на дороге, он все время на дороге. Он сказал вам, придет, все будет хорошо, вот он приготовился, и солнечный какой-то зонтик, ну, собрал свои вещи уже, но не едет, да? Ну, это может быть метафора, едет, не едет, да? Собрал свои вещи, в смысле, что решил помириться, но молчит до сих пор. Шахматная доска, это сама жизнь, да, это стратегия жизненная. У него стратегия доказать вам что-то. Или он сейчас в сложной ситуации воюет с кем-то, ему очень сейчас тяжело и плохо. Ну и вот, опять же, уснуть не может, ночью его обуревают пустые надежды, страхи. А вот он, видимо, болеет, я вижу здесь, какой-то мечтатель болеет, он все это запланировал, вот ночью планирует, что он будет делать, как он приедет к вам, все, как у вас будет общий счастливый дом, вот это он ночью все это планирует. Но все дело в том, что эти планы у него, они его даже пугают, потому что он знает, что они могут быть заоблачные. Вот знаете, он такой, его теневое я, такое, как вот эта горилла, да, теневое я. У него, видите, там не знаю, или видно. Вот это его теневое я, или его супер-ига, но он эгоист. А он такой маленький, такой маленький какой-то, такой, знаете, никчемный. Вот, ну очень за вами следит. Следит, обещает вам, да, кучу всего. Обещает, что все будет хорошо, все наладится. Вот, но, понимаете, из этих дыр повылазили привидения в этих его обещаниях. Нет, совершенно никакой правды, они не обоснованные, да. Видите, у него такое чувство, что кто-то им управляет, как сверху кто-то им управляет. Он вам что-то обещает постоянно, что-то там пытается выкрутиться, да. Но ему, наверное, нелегко. Ему, наверное, нелегко. Но чувства к вам у него есть, но они такие какие-то вычурные, да, чувства. Вычурные чувства. Вот мы здесь видим, что он, опять же, куда-то смотрит, что-то высматривает. Он хочет за вами следить. У него чувство ревности больше, чем чувство любви. Но он это, конечно, не скажет, потому что ему неудобно. Вот. Изучает вас под микроскопом, продолжает вас изучать. Ну, его как принцесса здесь, да, хочет вас освободить. Может быть, он чувствует, что вам нужна поддержка, да. И как бы, ну, хочет дать, в принципе, эту поддержку. Но если у него натосила, он как муравей, видите, который катает этот шарик. Вот. И, ну, он как муравей, он не способен это поднять. Слишком мало у него силенки, да. Опять все у него в облаках, все у него никак. Но он сейчас рискует чем-то. Видите, он идет по очень тонкой линии. Ну, он может рисковать, что вы потеряете терпение и найдете себе другого, да. Он может также рисковать, что он где-то сейчас попал в неловкое положение по работе. Это тоже может быть тяжелое положение, или он болеет. Он чем-то рискует. Он чем-то очень серьезно рискует. Лабиринт. Он запутался. Это точно. В чувствах он запутался. И он часто, ну, какая-то невземная цивилизация. Он ждет неземной любви, неземного счастья. Ну, у него же не получается с этим ничего, понимаете. Он сам разрушил ваши отношения. Сам разрушил, и это уже, ну, как бы строить... Лучше уже новое создать, чем строить их, да, чем ремонтировать, типа. Вот, и такие у него бумажные кораблики, да. То есть, ну, все у него зыбкое. У него зыбкие чувства. У него такие чувства очень, такие, знаете, легко его сбить с пантелыку. Очень легко. Он запуган. Он запуган. Видите, какое чудовище здесь. Какой-то вурдалак коричневый. Он запуган своими собственными страхами. Поэтому ему легче витать в облаках. И в этом лабиринте он давно. Поэтому он как бы свыкся с ним. Он ощущает, что он сам разрушил все, что между вами было. Но создать ему это трудно. Потому что эти бумажные кораблики говорят о зыбкости его положения. Вы ему перестали доверять. Его положение с вами довольно зыбкое. Вы перестали ему доверять полностью. Вот. Здесь какие-то летающие тарелки, да. То есть он хотел бы узнать четко, что с вами происходит. Смотрите, как интересно. Есть корабль, да. Где-то, может быть, в песках даже. Даже и не в воде, а в песках. Какая-то вот эта бутылка, где закрыто счастье, да. Это переезд. Это корабль, как Полинорман, да, идет. Вот. Так что он очень хочет приехать. И считает минуты. Говорит, ну подожди еще немножко. Вот время вроде пришло, но здесь денежки какие-то. Да, вот появятся деньги. Тогда я это все сделаю, что обещал тебе, да. Вот. Но это вы. Вот эта крыша, это мечта, конечно. И там, где вы есть, может, даже похоже, кстати, на вот такие здания, да. Вот. Или Прага, или там Германия. В общем, где-то вы, или Франция. Вот такие старые, старые города, да. Вы там находитесь, и у вас там много возможностей. Много возможностей. Главное вам, вот, знаете, не вдаваться в подробности его вот этой жизни, в этом бумажном кораблике, где он звезды собирает на воде, и он все-таки мечтатель. А вот остаться где-то там на solid ground, как говорят, на берегу, он на зыбкой. Ну, вода-то зыбкой, и все. А вы на, ну, вы не летаете в облаках, вы на solid ground, на земле, да. То есть, заниматься своей жизнью вам нужно. Потому что этот человек, он, конечно, для вас интересный, но у вас много вместе общего было. Но сейчас вот такая ситуация сложилась, которую показали карты. Пусть у вас все получается, скоро увидимся. Всем привет. У меня здесь совершенно замечательная карта игральная. У меня есть такая большая колода. Огромные карты. У меня тоже не могу их притесовать. В руке они помещаются. И мини-колода такая игральная карта. И здесь и второй связанная. В общем, очень классная, очень классная. Вот. И давайте будем спрашивать у этих карт. Что будет, а вы еще не знаете, да. Что, да, судьба. Что это за человек, который к вам пришел на расклад. Потому что вы пришли на расклад, чтобы посмотреть, какую-то информацию получить, да. Какую он хочет открыть информацию себе. Потому что, ну, вы сами понимаете, что многое он скрывает, как все люди, да. Все люди скрывают что-то. И иногда нам очень хочется все узнать. Но иногда так некоторая информация просто закрыта полностью, да. Итак, что это за человек. Бубновый король. Он проходит здесь, как Бубновый король. Первая карта говорит, что человек, конечно, очень эмпициозный касательно денег или получения каких-то документов. Сейчас его больше всего волнует. И он, может, даже хочет какое-то образование получить по десятке крестовой. Но это вообще-то и повышение в карьере. Он карьерист. Сейчас занимается этим. С любовью у него так. Какие-то иллюзии насчет любви. Он думает, что любовь подождет. Любовь там не главное для мужчины. Главное – деньги, зарплата, карьера. Вообще не только для мужчин, а вообще для любого человека. Это должно быть главное, да, самореализация. Но он ждет встречи с вами. Видите? Это встреча – это разговор. С вами состоится разговор. Здесь мы его вызываем на разговор. Вот. И он скажет, что он скажет. Ну, по карте Иерофан. Это карта Иерофан, кстати, старшаркан. Вот. И по пятерке Бубин. Вы играете в дуэте. Ну, как бы, философия здесь такая, да. Смысл, что... Ну, он немножко много, как бы, обещал, да. Вы присоединились к этому. Но, тем не менее, вы отвернуты здесь. Вы смотрите в ноты, он на что? На людей, на работу, на что-то смотрит. То есть здесь, с одной стороны, соответствуете друг другу, а с другой стороны, чего-то не хватает. Ну, по пятерке Бубин денег не хватает, скорее всего. Или нет нужных документов у него. Вы сейчас находитесь на работе. Восьмерка Бубин показывает работу. Вы много работаете, сейчас очень устаете. Вот. Он каждый день с вами разговаривает вот так мысленно, да, в письмах. Это как вот пишет письмо вам. Он хочет стабильных отношений с вами. Человек, в принципе, неплохой, да. Но валет пиковый говорит, какие-то действия он делает напрасные. Вас это бесит. Карта сама выскочила, король пиковый. А король пиковый – это император. Это может быть новый знакомый. Это может быть враг этого человека или колдун. И потому что карта пиковый, король выскочила сразу после пикового валета, я вижу, что это император, да, напрасные хлопоты какие-то. Может быть, он вас ревнует. Вот. Напрасные хлопоты вас так сильно ревновать. Или же напрасные хлопоты связываться с какими-то врагами. Что-то такое здесь. В общем, сейчас с ним что происходит, вы видите сами в картах. И это, конечно, всякие, ну, спорные вопросы. Семерка крестовая – это может быть задержка, заминка, какие-то иллюзии дома или на работе у него, да. Бытовые, формально-неформальные всякие ситуации. И этот человек, он, конечно, попал в неловкое положение, потому что карты нечетные. Видите, 7, 7, 5. Он хочет выйти из какой-то ситуации, из замкнутого круга. Он хочет к вам приехать, примчаться, напишут скоро. Но его что-то сдерживает. Его сдерживают другие люди. Это может быть, может быть какой-то враг. Вражеская ситуация. Не обязательно враг, как человек. Но ситуация работает против него сейчас. Чувства к вам есть, потому что четверка червовая говорит о чувствах. Да, и понимаете, вот двойка крестовая – хорошая карта. Даже лучше, чем червоная двойка. Потому что она говорит, что вы сможете договориться. И даже и Рафант об этом. Он способен вас защитить. В принципе, он способен быть для вас нормальным партнером. Вот видите, еще одна крестовая – лучше червовых. Потому что они о общности, да. Но у него много сейчас мыслей, там вот такие шляпки. Много-много мыслей до него, да. Но он может болеть. Туз пиковый – это могут быть его болезни. А также валет бубновый. И это карта звезда. Вы для него звезда. Он хочет для вас заработать. Он хочет прийти с подарками. Но, видимо, сейчас что-то там происходит в его буйной головушке. Такое, да. Что-то он задумал, что ему самому не мило. Вот, да. Вот пиковая карта опять. Видите, пиковая карта – это проблемы, трудности, задержки. Может, задержки в документах или еще в чем-то. Задержки нерешаемые, какие-то вопросы. Его очень заботят. Карта мир. Вы знаете, он у вас очень заинтересован. Он хочет перевести ваши отношения на новый уровень. Это да, это есть. Но он болеет. Карта смерть. Вот карта мир и смерть говорит, что он боится. Или кто-то у него отошел в мир иной. Он ждет дележки наследства. Но сейчас-ка, вот что-то между жизнью и смертью у него. Понимаете, пиковый столько карт. И туз пиковый – это тоже удар какой-то, да, он мог получить. Касательно денег, видите, от родственников. Какой-то удар касательно денег он мог получить. Вот эта красота, да, эта карта, корабль. Ну вот, да, шестерка пик – избавление. Он, конечно, ну, это дорога. Он будет на дороге к вам, да, это дорога. Но дорога пиковая, дорога очень трудная и дальняя. Это да, трудная и дальняя дорога. Он ждет его. И здесь мы видим карту, которая называется маг. Он сейчас подбивает расходы, доходы, расходы. Сейчас он думает, так, хватит ли у меня денег на то или на другое, смогу ли я сделать это или другое. Это карта мага. Он может, он может, но через большие трудности, понимаете. Он может прийти к вам, примчаться, но через большие трудности он должен пройти. А двойка червоная – это карта любви. Вы смотрите, у нас и двойка крестовая, что называется, едность, как это, союз, да, люди едины в своих мечтах. Вот это хорошо для семьи. А это хорошо, ну, для страсти, вот эта вся, всякая такая штука. И я вижу, что в нем это тоже есть. В нем есть и страсть, и желание создавать семью с вами. В общем, здесь я вижу много очень хорошего в этом человеке сейчас. Просыпается, да. Потому что когда он попал в смертельную опасность, сейчас это так бывает, пока, как говорится, жареный петух не клюнет. А когда человек попадает в смертельную опасность, тогда, наконец, он просыпается и думает, вот я теперь многое понял, многое осознал, да. Он многое осознал, но можно сказать, что осознал, да, здесь. Осознал, конечно. Хорошо, что первая карта была бы в новый король. Это значит, что он осознал, что нужно, нужно зарабатывать, нужно становиться взрослее, да, взрослеть. Это карта луна, это волнение, это тоже перемены. Ой, перемены в сознании, даже еще и иерофант. Вернее, I defer my time. Все время перевести с одного языка на другой. Вот как-то, знаете, когда открыто что-то. Иерофант, наверное, в духе вышло. Уже, кстати, был иерофант у нас, да, в раскладе. Вот, the Hermit, это отшельник. Вот, и он, если вы спрашиваете, если там кто-то другой, нет, он как отшельник проходит. Ну, смотрите, опять еще и дьявол. Но вот я же говорю, что какой-то сатана им руководит. Это внутренний может сатана быть, или привязанности какие-то, или что такое. Или внешний сатана, это плохие люди, которые им управляют, да. Плохие люди пытаются управлять его ресурсом. И повешенный, ну, он попался. Он как бы в сети попался самому нечистому. Вы понимаете, о чем я, да. И сейчас он молит, просит о пощаде. Восьмерка крестовая — это его страхи. Это его сумасшедшие страхи. Молит о пощаде. Еще одна двойка. Двойка бубен — это, знаете, когда у вас общий ресурс есть. Общая денежка, общий ресурс. Вот, но вы не доверяете ему. Это карта джаджмент. Вы говорите по делам ему, да, потому что он вас очень больно обидел и предавал не раз. Но карта джаджмент тоже может говорить, что он, конечно, кармический человек. Тяжелый характер. Тяжелые отношения. Нельзя договориться. Он вообще не очень тяжелый человек. Понимаете? Вы проходите здесь, когда мы бубновые. Либо у него есть еще бубновая дама, с которой у него больные отношения. Видите? У него с бубновой дамой больные отношения. И она попала прямо в цель. То есть она, ну, как бы манипулировала им, попала в цель вот его меркальтильности, да, и вот таким образом овладела им. Хотя он говорит, что если у вас треугольник, ну, это же общий расклад, поймите. Если у вас треугольник, то он в любом случае вас любит. А он понимает, что она им пользуется. Он очень хорошо это понимает. Видите, любой у него к вам. Ну, почему? Потому что червонная карта, червонная, это тот, кто пришел на расклад, ваша карта. Так что он думает, что он вас любит, вот, а ей что-то должен, или она им манипулирует. Он это знает, но он не умеет принимать решения. Это карта башни. Ну, его сердце разбито сейчас. Полностью разбито сердце, видите? Разбито его сердце. Это карта солнца. Это очень хорошая карта, кстати. Девятка крестовая говорит, что вот эти документы, например, или деньги, да, или события, которые приближают все, что должно с вами случиться, они, в принципе, идут на лучшее. Очень стремительно все будет меняться. Эта карта, ну, колесница. Очень стремительно. Понимаете? И это стремительное движение вперед приведет к тому, что у вас любовь будет. Вот, щедрость. Вот только как было, да, счастье между вами, вот эта любовь, это все будет культивироваться. Это очень хорошо. Так что будем надеяться, да? Будем надеяться. Хотя колесница, это карта тоже, карта опасности. Сейчас опасное время у вас обоих. А-то, да, это видно по раскладу. Пусть высшие силы вас берегут. И мы скоро увидимся. Всем привет! Сегодня посмотрим пассианс гадания на судьбу на этих замечательных картах, игральных, для того, чтобы соединиться с вашим родом, почувствовать себя в пространстве, да, посмотреть свою судьбу, отдохнуть и так далее. Вы сами знаете. Эти игральные карты покажут, что сбудется из задуманного. И, конечно, поскольку я делаю игральные карты сейчас, то это обязательно будет у нас старинная выкладка, которая раньше называлась пассианцами. Без узорной выкладки игральные карты просто не показывают, если кто не знает. Доверьте, все будет важно вам узнать. Вот сейчас вам куда-то не хочется идти, да? Это неприятная встреча у вас была недавно. Семерка пиковая перевернулась. Ну, сейчас карты все исправят. Ведь это тоже очищение от негатива, да? Это тоже духовная практика. Ну, и самое главное – это гадание, конечно. То есть, что такое гадание? Смотрите, опять семерка перевернулась. Действительно, что у вас или какая-то неудачная поездка была, неприятная встреча, или вы недовольны вот тем, где вы здесь сейчас оказались, да? Вам тяжело сейчас этот два, что перевернулась семерка пиковая. Вообще класс, да? Класс в том состоит, что карты такие магические, они тут же передали ваше состояние. Ну, а то, что у вас сейчас неприятная встреча, или вы недовольны своей жизнью, или недовольны тем, где вы оказались, это мы с вами исправим. В этом нет проблем. Итак, все, карты готовы. Здесь есть червона дама. Это человек, который пришел на расклад. Передайте этой карте свое состояние. Эта карта что-то расскажет вас, о вас самой, вам такое, чего вы раньше не знали. Итак, это французский пассиан старинный, на котором можно посмотреть, сбудется ли задуманное. Если в конце расклада останется четыре карты или меньше, задуманное сбудется. А если будет больше карт, мы прочитаем, как, почему не сбывается, что нужно сделать, чтобы сбылось и так далее. То есть загадывайте то, чего вы хотите для себя, чтобы сбылось. А я вот начинаю раскладывать. Итак, убираем мы карты по номиналу или по масти, если между ними есть одна или две. А эти одну или две мы оставляем. Все очень просто. Ну вот я вижу, какой-то пиковый король, какие-то неприятные разговоры, с кем-то у вас напряженные отношения сейчас есть. И вы по этому поводу довольно серьезно переживаете. Вот уже все поправимо, правда? Все поправимо. Вот эти встречи, всякие встречи. У вас, знаете, есть какое-то ощущение усталости, я вижу. Уже даже ничего не хотите. Если это работа колдуна, то она уходит навсегда. Вот вы, червоная дама. И еще мы этот расклад просматриваем, как то, что перед вами, это ваше прошлое, то, что будет дальше, то, что останется в остатке, это ваше будущее. Червоную даму мы не убираем. Она вышла, все, это вы на раскладе есть. Итак, была любовь, были деньги, был дом, полная чаша, видите? Все было, была хорошая работа, и все это уже осталось в прошлом у вас, видите? То есть в прошлом осталось вот так, да. А поскольку это осталось в прошлом, мы его просто убираем. И сейчас вот отсюда начинается ваше будущее. И сбудется ли задуманное у вас у червоной дамы? Смотрим. Видите, крестовый туз перевернутый, значит, какие-то казенные дела или документы что-то медленно реализуются, медленнее, чем вам хотелось бы, да? Ну ничего. Все придет в свою колею, да? Такова жизнь. Все когда-то реализуется. Это все непременно будет. Вот два крестовых эти убираем. Итак, хорошо. Я вижу, червоный король все-таки у вас есть, и он о вас думает, или будет какой-то человек, который возьмет за вас ответственность на себя, да? Так. Какая дама уходит со своим колдовским влиянием? Это обратка вообще-то. Потому что она слезы льет, у нее все плохо, у нее все не получается, у нее очень много проблем и по всем сферам жизни. Из-за того, что она делала какие-то грязные ритуалы на вас. Вот поэтому у нее такое и выходит в жизни, да? Червоный король вас любит, обожает. Кладет свою червоную дорогу к вашему порогу. Ну, просто все прекрасно. В доме будет порядок. Вот здесь перевернуты. Это значит, что в доме сейчас напряженные отношения, но все придет в свои берега, как говорится. Да, в доме будет порядок. Вот так. Эти вальты нельзя убрать, валеты. Потому что посередине ничего нет. А вот эти валеты можно убрать. Напрасные хлопоты. Напрасные хлопоты и червонные хлопоты. Так, это может быть недоверие или ревность. Это все уходит. Тоже заботы неправильной покупки. Там заботы о деньгах. Это тоже все. Все наладится. Ну, вот два короля. То есть, все там будет нормально. Они, с ними вы помирились, можно сказать, да? Так что у нас здесь еще есть. Вот, шесть, шесть уходит. Итак, ваше желание сбудется. Как я сказала, если четыре карты или меньше, желание сбывается. Если больше четырех, желание или откладывается, или вообще не сбудется. А у вас здесь только две карты. Вы и еще две карты. Так что любое ваше желание, которое вы загадали, обязательно и все непременно сбудется. Что у нас здесь выходит? Вот это деньги, это прекрасная зарплата, это выплаты, да? Это получение денег, это может быть удачные покупки или продажи недвижимости. Вот это реализуется. А также встречи, при которых вы подпишите нужной бумаги, документы получите, да? На владение документы, на вид на жительство, что-то очень хорошее. Здесь честность, бубна, это всегда честность, это финансовая обеспеченность, прекрасная зарплата на все хватает, и радости, 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 радостная дорога со встречами приятными, нужными, полезными. Пусть так и будет, пусть все лучше реализуется. Я вам желаю большого человеческого счастья во всех направлениях. Приходите тогда, когда вам хочется поговорить с другом, когда хочется посмотреть работу, как делали наши предки. Это очень важно сейчас в наше время, потому что время мрачное. И в мрачное время мне ангелы открыли, что нужно делать гадания на игральных картах, именно по сеансам, чтобы люди могли маленькими шагами и сразу получать какой-то допамин, дофамин, какую-то приятную информацию, приятное разрешение проблем. Сейчас не время философии, сейчас время маленьких шагов, потому что даже в самое темное время можно найти счастье, если обращаться к свету. Ну что ж, смотрите мои видео, я очень рада вам помогать. До новых встреч! Так бывает часто, что люди спрашивают, а зачем в раскладе, в традиционном раскладе есть такие позиции, что было, есть и будет. Дело всё в том, что человек, который не понимает, не переоценил и не примирился со своим прошлым, он может сделать не обязательно те же ошибки в будущем, но он рискует попасть в пропасть. Потому что пропасть, она связана с тем, что человек не знает, откуда он пришёл, какие у него данные. Определённые данные мы получаем по наследству, это наш характер, который нельзя изменить, он даётся при рождении. Но это ментальный интеллект, мы получаем при рождении. Эмоциональный интеллект, он приобретённый. И эмоциональные всякие волнения или неволнения, которые мы получили из прошлого, они влияют на наше настоящее и будущее. Их нужно понять, с ними примириться. В чём-то поставить точку. Потому что именно эмоциональный интеллект, он приобретается в результате жизни. Так человек рождается без эмоций. Да, ребёнок? Он приобретает эмоции, когда он следит за взрослыми, смотрит обстоятельства. И часто в детстве, ну, всякое бывает, да, и человек где-то обижается и всё такое. Или неправильно что-то понял, неправильно свою реакцию соразмерил с тем, что случилось. И ещё, когда человек взрослеет, он не может поменять характер, он может поменять только своё отношение к событиям, да. Он может поменять только культуру поведения. А свои эмоции человек взрослый учится держать в руках себя, да. То есть эмоционально не распускаться, держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Потому что неконтролируемые эмоции, они ни к чему хорошему не приводят. Они только вызывают большую бурю, больше скандалы. Например, когда мы плачем и ещё теребим рану. Вот, ой, его ты бросил, или там нет денег. Ещё хуже становится. Поэтому эмоции нужно держать в руках, контролировать. Да, вот как любая вода, она имеет берега. Вода — это как эмоции, имеет берега. Держать свои эмоции в берегах. Так вот, человек рискует попасть в пропасть, которая свои эмоции в прошлом не организовал в берега. Тогда новые какие-то события в жизни могут быть триггером. Триггер новых эмоций. Было же с вами такое, что вы смотрите фильм, вроде бы о чём-то непонятно о чём, а вы начинаете плакать. Вот это и есть, что какой-то триггер, какое-то слово или какое-то событие вызывало у вас из подсознания что-то очень, то, что болит до сих пор. То, что в своё время, из прошлого, вы не держали в берегах. То, что вы распустили. Оно распустилось, вот вода опять вышла из берегов, и вот слёзы хлынули. Так вот, попасть в эту пропасть мы рискуем. Когда мы в прошлом не поняли, окей, это такие эмоции, потому что там отец обижал, или же в школе оскорбляли, говорили, что ты там бездарь. Когда нам когда-то говорили, что бездарь, что такое бездарь? Иначе не может творить. Тогда взрослый человек и жить не хочет. Он ничего творить не может, потому что он думает, что он бездарь. Ему обидно. Поэтому не нужно верить людям, которые говорили когда-то, что вы бездарь, или ещё что-то с вами не так. Они говорили о себе. Каждый человек всегда говорит только о себе. И, знаете, есть такое выражение, а человеку требуется усилие, а результат даёт божество. Вот сделай усилие, и большинство, которое увидит твои усилия, даст тебе результат. Конечно, результат никто не гарантирует, но большинство помогает добрым людям, которые хотят помочь себе и другим, и так далее. И вот когда вы смотрите расклады, вы рекомбинируете свою жизнь. Потому что даже тот сценарий, который вы рассматриваете на моих раскладах, он может не соответствовать сценарию вашей жизни. Но это тоже вариант обдумывания своей ситуации. Это как шахматист, который играет в партию. Уже в следующую партию он будет играть лучше. Точно так и здесь. Вы что-то поняли из расклада, значит, в настоящую партию вашей жизни вы будете играть лучше. Поэтому мои расклады, они очень полезные. Тот, кто вам говорит, что расклады вредны или грех, ну, тот просто хочет монополию на свою духовность. Часто такая церковность, она никому не нужна. Я вас благодарю за то, что вы позаботились о себе, и мы скоро с вами все непременно увидимся.